Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт очень вкусного и полезного компота. Это компот из сухофруктов и облепихи. Он получается очень красивый, янтарного цвета и очень ароматный. Чтобы он получился прозрачным или хотя бы почти прозрачным, его нужно дважды перелить через сито. Второй раз обязательно застелив сито тремя-четырьмя слоями марли. Сухие яблоки сложите в миску, залейте их холодной водой и хорошо промойте. Это можно сделать, выложив их в дуршлаг и под проточной водой промыть. Затем сложите яблоки в миску, залейте тёплой водой и оставьте хотя бы минут на 15. Через 15 минут эту воду нужно слить, а яблоки ещё раз хорошо промыть. Воду я слила, особо перебирать яблоки не стала, так как и такие яблоки варёные у нас никто не ест. Поэтому я их покупаю только ради компота, ради самого напитка, без яблок. В кастрюлю налейте 3 литра воды и высыпьте сухофрукты. Насчёт того, какая вода должна быть холодная или горячая, здесь мнения разделились. Я, например, читала, что сухофрукты варят, заливают холодной водой, доводят до кипения и варят в пределах 30 минут. Всё зависит от того, какие сухофрукты вы используете. Ну, в принципе, это можно понять, потому что вам же нужен сам отвар. А когда, вот, например, заливаешь холодной водой, то все полезные вещества выходят в отвар, в воду. Ну, я много встречала рецептов, где написано, что нужно засыпать сухофрукты в кипяток. Поэтому, как правильно, например, я не знаю, пишите в комментариях. Но я засыпала сухофрукты в холодную воду и на большом огне теперь её нужно довести до кипения. Вода почти закипела. Теперь надо положить сахар. Сахара я много класть не буду, потому что я ещё буду добавлять облепиху, а она у меня в сахаре. Думаю, пока 4 ложки хватит. Теперь надо уменьшить огонь и варить яблоки примерно 20 минут. Прошло 20, почти 25 минут. Теперь можно положить облепиху. Облепиху я положу по вкусу. Много не буду класть, потому что она кислая. Думаю, 2 столовых ложки будет вполне достаточно. Облепиха, попав в кипяток, стреляет. Так что имейте в виду, наклоняться, чтобы посмотреть в кастрюлю, как она там находится, как она плавает, не нужно. Сразу, как только она падает в кипяток, раздаются такие, постреливание такое. Поэтому можно обжечься. Теперь, как только компот закипит, варите минут 10. Через 10 минут попробуйте компот, достаточно ли сахара, если надо, еще положите. В компот и сухофруктов добавляют лимон или лимонную кислоту, но здесь ее не нужно добавлять, потому что облепиха и так достаточно кислая. Теперь можно плиту выключить, кастрюлю закрыть крышкой и оставить так до полного остывания компота. За это время компот хорошо настоится. За несколько часов компот остыл и очень хорошо настоялся. Теперь его надо перелить в другую кастрюлю через сито. На кастрюлю я установила сито. Теперь надо его перелить, этот компот, в другую кастрюлю. Зернышки и, если попадут яблоки, останутся на сите. В принципе, компот уже готов. Но если вы хотите, чтобы компот был более прозрачным, без мелкой мякоти, то его нужно еще раз перелить, но уже застелив сито марлей. Сложенный в 2-3 слоя. Возьмите чистую кастрюлю, установите на нее сито, застелите марлей. Здесь у меня марлей в 4 слоя. Все, теперь компот стал более прозрачным, без мякоти. Теперь его осталось перелить в кувшин или в банку. Вот такой замечательный компот получается из сушеных яблок и облепихи. Если его процедить дважды, то он получается практически прозрачный. Очень красивого янтарного цвета. И что интересно, он очень пахнет облепихой. Такой компот подавайте только в охлажденном виде. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok